Можно вот эти варианты уже продумать. Дальше. Следующая глава. Несколько слов о психологии вашего типажа. И вот здесь глава немножко осталась какая-то такая предыдущая, незаконченная. Надо бы в конце, либо как раз можно подытожить доминантами, или хотя бы написать, что вот такие необыкновенные, прекрасные романтики-драмантики. Несколько слов о психологии вашего типажа. Психология вашего типажа представляет собой смешение психотипов двух чистых типажей – драматика и романтика. И в той или иной мере все ниже перечисленное характеризует вас. Ну ладно. Такая витиеватая фраза. Ваше предназначение балансирует между желанием создавать и улучшать отношения между людьми с опорой на чувства и желанием мечтать и мотивировать других, четко представляя будущие результаты достижения цели, полагая, что жизнь – это игра. Да? Ну, узнаем. Смотрите, Оксана очень интересно соединила. В одном предложении дала весь диапазон. Стиль вашего мышления находится в диапазоне между интуицией и ощущением других людей, их чувств, потребностей, творческим подходом. Но с учетом того, что вы всегда сразу видите последствия действий. Вы знаете, я бы заменила вот это такое своеобразное выражение последствий действий, сколько образное мышление. Образное мышление, когда очень быстро возникает идея, образ. Вот это важно. Потому что последствия своих действий немножко воспринимаются как будто, ну, как сказать… Хотя это касается драматиков, но вот сама фраза более тяжелая, чем мы можем сказать. Образное мышление, умение заглянуть в завтрашний день там и так далее. Ваши таланты раскрываются в способностях. Обнадеживать, убеждать людей, заставлять людей чувствовать себя желанными. Да, посмотрите, все-таки перевод, который мы делали в книге, он старался быть ближе к тексту максимально. Если вы берете какие-то фразы, постарайтесь их облагородить до уровня своего лукбука. Потому что заставлять людей чувствовать себя желанными – это практически близкий к тексту перевод, как у Ларса сказано. А вот у вас это талант, да, поэтому скорее вы умеете, да, умеете дать возможность или людям почувствовать себя рядом с вами, легко почувствовать себя желанным. То есть попробуйте смелее немножко перевести это в более литературную форму, которая бы дополнила хорошо вашу книгу. У вас легко получается предвидеть события, да, и так далее. Вы предрасположены к коротким всплескам физической, эмоциональной и умственной активности. Ну, помню, это драматическая особенность, да. Или вы можете написать, что вам может быть свойственны короткие всплески физической, эмоциональной и умственной активности. В скобках можете даже подписывать, да, драматическое проявление. Вы общительная, обаятельная, остроумная собеседница, легко выражаете чувства, в том числе и на словах. Вы умеете прощать и избегать конфронтации. Хотя можете и вас встать против правил. Вы хороший друг и внимательный слушатель. Вам обязательно нужно говорить, чтобы знать, что вы чувствуете. Говорить, ну, в данном случае, да, имеется в виду проговаривать слух, да. Именно когда вы говорите, вы уже очень точно понимаете, что же, какие чувства вы испытываете. Вы быстро влюбляетесь, любите глубоко, храните верность. Вы перфессионисты, видите потенциал личности, ориентированную на людей. Вам необходимо общение с людьми, чтобы восстановить силы. Можете впадать в депрессию, если другие не разделяют ваше видение. Для достижения цели вам нужны помощники. Да, ну, вот здесь, кто знает, видит, да, романтика описания, драматика описания, да. Дальше. Вам нужны помощники. Вам нравятся признания и аплодисменты. При этом вы часто пренебрегаете своими собственными потребностями, разочаровываетесь, когда другие не понимают ваших мотивов. Случается, что вам трудно иметь дело с практическим вопросом. Финансы, графики. Для сохранения баланса в жизни вам нужно стараться принимать человеческие недостатки, развивать такт и терпение. Видите, как противоречиво? Смотрите. Если мы смешиваем текст просто механически, то то, что мы писали о себе, да, вот про романтика, обнадёживать, убеждать людей, быть чутким, там, сопереживать, и тут мы пишем, что вам не хватает такта. То есть, это те качества, которые уже как недостатки у драматика проявляются. Вот чтобы таких противоречиво... Потому что они могут быть, естественно, нейтрализованы присутствием романтика, да. То есть, их может, в принципе, не быть уже, потому что, когда смешан романтик и драматик, как раз романтик в характере может как раз эту поддержку давать. Я бы всё-таки рекомендовала, если или описывать диапазонами, как в начале, да, но тогда надо каждое качество, да, отдельно. Стиль мышления в диапазоне, да, и в диапазоне. То есть, здесь оно кусками уже вот идёт отдельно. Вот для того, чтобы внутри текста не было противоречий, да, вот видите, как ощущение других людей, их чувств, потребностей, это романтика. А потом мы пишем, что вам не хватает такта и терпения стараться принимать им... То есть, не хватает умения ходить в чужих ботинках. То есть, это неумение владеть эмпатией. А здесь мы пишем, что есть эмпатия, да. То есть, если мы механически перемешиваем описание типажей, у нас будут 100% такие противоречия. Поэтому, либо мы пишем каждое качество в диапазоне, да, и тогда мы пишем, что может это проявиться, а может это... А может быть что-то промежуточное, да. Либо лучше всего выделить и не перемешивать, а отдельно описать романтическую доминанту характера и отдельно описать драматическую. Почему? Во-первых, это очень интересный процесс самопознания. Человек в этом процессе будет, ну, как сказать, смотреть на себя. Сначала как на романтика. Это целостное восприятие. Там будет понятно, почему не хватает, там, у романтика вот слишком погружённых в других людей и не хватает поэтому умения отстоять, так сказать, ну, уделить внимание себе, да, где-то свои чувства, интересы отстоять, да. А у драматика он слишком озабочен там будущим и какими-то идеями и одержим идеями, и поэтому он может быть менее тактичен и так далее. То есть когда мы целостный характер типажа описываем, у нас вот этой каши в голове не будет. И пусть это будут два описания, и дайте человеку возможность прочувствовать себе, как изучите описание драматической и романтической доминанте в своей характере и поделитесь, да, и, так сказать, поделитесь со мной, как проявляются ваши доминанты, да, кого вы в своём характере нашли. Очень может быть, что человек скажет, да, я и там, и там себя узнаю, но когда он целостно изучает характер, то понятно, что, что с чем связано, да. И главная суть, в чём заключается, что недостатки являются продолжением наших достоинств. И тогда понятно, что чрезмерная забота о других человек забывает о себе, да. Или у драматика он одержим идеей, и он не видит тех, кто вокруг. А так, в принципе, это вещи противоречившие, потому что, получается, романтик очень чуткий, а драматик может быть невнимательным и грубым. И чтобы вот это вот не превратилось в противоречивую кашу, в которой нету, потеряна логика, да, мы вроде всё механически смешали, а человек в результате вроде как всё про меня, но в голове после этого тоже вот такая же каша образуется. Напишите, пожалуйста, согласны со мной, не согласны, как вы считаете? Оставить это в виде того варианта перемешанного, как здесь, либо предложение с чётким знакомством, и опять, смотрите, формулировка, романтическая доминанта в характере, драматическая доминанта в характере. Конечно, мы не определяем их, мы не тестируем психологию человека, но это та часть, в которой человек может себя сам изучить. Он говорит, да, я вообще такой романтик внутри, не это я вот узнаю себя. То есть мы в этом случае даём возможность человеку самому смешать по вкусу. То есть он чувствует и он воспринимает целостно эти характеры, а здесь он уже, конечно, не разберёт. Он уже будет читать, скажет, вроде всё меня касается, но что-то какая-то противоречит. Как это так? У вас здесь написано, что я добрый, нежный, пушистый, а здесь, что я такой невнимательный и, так сказать, нетерпеливый. Поэтому это вот просто к подаче информации, потому что понятно, что мы можем по-разному преподнести. Итак, завершаем. Женственность вашего типажа раскрывается в следующем. И, естественно, каждое описание каждого типажа можно на женственности завершить. То есть и там отдельная грань женственности у романтики. Романтическая женственность, да, драматическая женственность. Смотрите, у нас даже в этом будут интересные образы выстраиваться. У вас женские манеры, вы умеете любоваться мужественностью, не конкурировать с мужчиной, умеете восхищаться достоинствами людей, вы любите сюрпризы, у вас изменчивое настроение, вы умеете быть ласковым. Ну, здесь особых противоречий нету. Так, я тоже РД, но в этом описании узнаю себя слабо. Ну, Татьяна, скоро мы с вами встретимся на занятии. Я ещё не смотрела, вы уже приготовили, скажите, приготовили альбом. Я с удовольствием посмотрю, чтобы исключить всякие, да, сомнения по поводу, так сказать, типажа. Так, Инна. И, например, для Агамин Натурал предлагаю найти и включить N там, где есть недостаток G. Такие, как порой бывают, такие найти. Да, да, да. То есть, конечно, мы можем, мы можем уже после описания написать. Вам повезло... Вообще, смотрите, когда у нас в характере некоторое отступление о психологии, очень интересно, когда у нас встречаются два сильных типажа, да, то есть, драматика натурал, у них некоторые недостатки одинаковые, они друг друга не перекрывают, да, и, как вы помните, про натурал и драматика мы можем сказать, что они любят нарушать чужие границы, да, и это обычно люди, которые идут напролом, потому что им, ну, с эмпатией напряжёнка, вот с эмпатией и чувство такта, ну, как бы тяжелее, да, если только воспитание было хорошим или жизнь как-то немножко скорректировала это. И наоборот, другая крайность, когда два деликатных, ещё не выложил, ну, Татьяна, зовите обязательно с удовольствием, дам обратную связь, чтобы вы имели представление, да, и, так сказать, и я бы могла познакомиться, дать обратную связь. Так вот, значит, смотрите, что касается типажа смешивающего два слабых, да, и там, и там, и у Романтика, и у Гамина мы прочитаем, что они не решаются нарушать чужие границы, но очень часто позволяют свои границы нарушать, да, и вот эта ситуация, когда будет тоже общий недостаток, умение себя, не умение себя отстоять, да, а вот у типажей, которые, в которых сочетается сильный и слабый типаж, например, Романтик-Драматик, Натурал-Романтик, Гамин-Натурал, Гамин-Драматик, да, вот у этих, у этого списка типажей, мы можем, смешанных в данном случае, да, мы можем говорить о том, что есть как сильная сторона, так и более слабая, они друг друга могут во многих качествах, так сказать, поддерживать, перекрывать. Это интересно, но может быть клиенту и не стоит голову этим заворачивать, это нам просто для наблюдения и для понимания, и для понимания. Ну что ж, по психологии, думаю, достаточно, едем дальше. и для понимания.